Всем привет, мои дорогие! Мы Валя и Мони. В этом выпуске я покажу вам обзор домика, в котором мы живём. А ещё поблизости мы нашли развалины древнего храма. Два года мы с Мони встречались в Турции, а недавно, наконец-то, мы официально стали семьёй. Но наша история только начинается, поэтому не забывайте подписываться. Оу! Спасибо! Спасибо! Мони много работал охранником. Сейчас у него, это называется, профдеформация. Первый выбежал, пошёл, всё проверил. Опасно, безопасно. Там, мам, хорошо, всё, разрешил, дал добро, таможню даёт добро. Сказал, можно идти. И каждый раз проезжая мимо вот это место, я решила его подснять. Местные жители говорят, что это очень-очень старый монастырь, ещё оставшийся с Римской империи. Сейчас переключу камеру, сниму поближе. Нет воды? Вот такие кранечки с водой стоят в Турции повсюду, для того, чтобы человек мог набрать воды, умыться. Буквально рядом с дорогой. Ну, что тут получается? Подальше отойду, чтобы было видно целиком. Остатки древнего монастыря Моника, да? Римской империи, да? Да. С Римской империей. Это монастырь. Местные вперли рекламу своего магазина. Нет, чтобы сделать здесь музей или какое-то место почистить для туриста. Вот они, всё заброшено. Внутрь не буду заходить, потому что там могут быть змеи. Чуть-чуть поснимаем снаружи. Внутри вон тоже остатки. Ощущение всё заросшее, всё красивенько, интересно. Построено из камней и кирпичики добавлены. Крыша, конечно, не сохранилась, но вот стены сделаны на века. Жаль, что внутри никак не подойдёт. А что там? Сколько? А, давай подойди, обними. Давай, это... Пригорнись это дерево. Я покажу, какое большое. Да, я даже не обратила внимания. Человек... Человек... Сколько нужно человек? Ну, наверное, четыре-пять, чтобы... Шесть человек. Шесть человек обнять это дерево. Интересно было, сколько ему лет. А как его называется? Это клён? Да. Я не знаю. Листья, как у клёна. Это старый клён. Как в песне. Так, ну, я отвлеклась. Сейчас я не пойду внутрь. Я только чуть-чуть... Два метра подойду. Тома? Угу. Чуть-чуть вот здесь и всё. Дальше не пойду. О, прям вот видно. Ух ты! Жаль, что нельзя войти. Тут может быть змей. Куча целая. И всяких насекомых ядовитых. Обалдеть просто. Не знаю, кому интересно, а кому нет. Но я обожаю всякие древности. Если бы у меня были высокие сапоги резиновые, я бы точно туда влезла. Сейчас попробую монопод выдвинуть. Может быть получится на руке. А, ну так там ещё продолжение здания вон есть. А вот и домик, в котором мы живём. На днях мы поженились. И как молодожёнам наш друг Рамадан позволил нам пожить в его доме у моря. Так и сказал, живите сколько хотите. Домик находится на побережье Мраморного моря, недалеко от Муданьи. Можно перейти по ссылке, чтобы посмотреть выпуск о нашей поездке в Муданью. Калитка без замка. Но он здесь и не нужен. Это Турция. И так без спроса никто не войдёт. Хозяева живут и работают в городе. Приезжают сюда только на выходные. Получается, этот домик используется как дача. И так идёмте смотреть. Чистая открытая веранда. Красивая истинно турецкая дверь. Отличная идея. На двери сетка гармошка. Насекомые не залетят, но при этом свет и воздух свободно циркулируют. Но вот для нашей кошки Тиша сетка оказалась не преграда. На второй день она научилась подныривать под неё головой и убегать на улицу. Идём дальше. Гостевая зона отделена от прихожей просто арочкой. Я очень люблю такую архитектуру. Это очень воздушно. Зачем нужны стены, двери? Здесь же кухонная зона с газовой плитой. Всё аккуратно и комфортно. Ведь кухня это самая важная часть дома и семейный очаг. Тишенька, тише. Подъём на второй этаж. Такая деревянная лесенка классическая. Корзинка для белья. Поднимаемся. Что у нас тут? Сразу вот такой чудесный вид с гостиной. Диванчик, телевизор, большущие окна. Очень удобно сеточки на окнах специально от насекомых. Сейчас открою, чтобы было видно. Вот вдалеке, буквально за домиками, видно море. Соседи. Домики разные. Хозяин парень. Кто как может, так и строит. Идём дальше. Выход на балкончик. Лесенка на третий этаж. Туда мы поднимемся попозже. Так, комнаты. С позволения заглянуть. Комнаты классические. Для гостей, для детей. Тоже диванчик. Телевизорик, полочки. Окна. Всё уютненько. Аккуратненько. О, Тиша уже быстрее вскочила. Я обычно закрываю, чтобы она не входила. Потому что мы в гостях. Так, смотрим вторую комнатку. Есть небольшой шкаф. Тоже кроватка, кресло, окошки. Небольшой шкафчик. Что ещё нужно для летнего отдыха? Приехал, погулял на природе, сходил на море, переночевал. Супер. Здесь у нас очень здорово. Я просто восхищаюсь. Во всех турецких домах как минимум два туалета. И несмотря на то, что это дача, очень классный ремонт. Очень всё культурно. Так, и пойдём посмотрим третий этаж. Вот такая чудесная комната под самой крышей уже. Тоже большие окна. Столик с ночником. Прекрасно. Прекрасно. Чертесная комната. Прекрасно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В продаже эти фрукты вы почти никогда не увидите, потому что они не хранятся. В день приезда сюда я обратила внимание на симпатичные оранжевые плоды, но уже через 4-5 дней они все испортились. Так что если вы будете в Турции, обязательно быстренько попробуйте этот фрукт. Мякоть у мушмулы, как у переспелого абрикосика, а на вкус примерно как сладкая слива. Да, точно, давай. Он тобой бить меня, да вам силный бокс, не бойся. Точно, давай. Как же здорово иметь домик у моря. Хочешь, смотри из окна. Хочешь, в любой момент иди на пляж. Море никогда не надоест. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь и очень скоро мы увидимся снова. До встречи! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...